Спасибо за вступительное слово. Начнем. Наш план будет таким же, как и в прошлый раз. Сначала я веду определение многообразия. Потом я веду определение касательного пространства. Дальше будет определение риммонного многообразия. Потом коснемся риммоновой оптимизации. Мы помним, что многообразие это такое множество, которое похоже локально на эвклидовое пространство. Тут наглядно показано, что в каждой точке есть своя система координат. Она необычная, как в эвклидовом пространстве, а кривая. И эта координатная система задается специальной функцией, которая называется... Собственно, формальное определение димерного многообразия записано здесь. Что это означает? Для любой точки многообразия должна существовать объективная функция φ, которая отображает окрестность многообразия в какое-то димерное эвклидовое пространство. И так как у нас это окрестность точки, то есть две точки, в которых окрестности могут пересечься. И на этих пересечениях у нас должны быть согласованные координаты. И эта согласованность — это второе свойство, которое накладывается для определения многообразия. То есть здесь на рисунке представлено то, что мы имеем какую-то одну окрестность U, имеем вторую окрестность V и, собственно, функции φ и ψ. φ отображает эту окрестность в какое-то подможество эвклидового пространства, и V отображает другое подможество эвклидового пространства. И, получается, мы рассматриваем пересечение этих множеств, и смена координат, то есть функция, которая, грубо говоря, идёт вот так, и функция, которая идёт вот таким вот образом, она является бесконечно раздифференцированной. Так, получается, что эту функцию φ от x называют локальными координатами для точки x. Если у нас многообразие является подможеством другого эвклидового пространства размерности n, то у точки x существуют так называемые глобальные координаты. И в дальнейшем мы практически будем касаться только многообразий, которые вложены в мерные эвклидовые пространства. То есть они будут иметь и глобальные координаты, и локальные координаты. Как пример, многообразие — это окружность. То есть она вот параметризуется... Ну, окружность — это... Не видно вам. Окружность — это у нас множество в двумерном эвклидном пространстве, создаётся, собственно, стандартным образом. И, получается, локальные координаты — это угол t. И маппинг между... И то отображение φ, которое я вводил вот здесь, оно будет выглядеть следующим образом. Точнее, φ минус первое. Это cos t и sin t. Ну, собственно, можно обратное отображение построить, взаимно однозначное, в каждой точке. Это очень важно, потому что есть такие примеры многообразий. Допустим, сфера. Так... В сфере нужно определить не одну функцию φ, а несколько функций, так как мы не можем однозначно отобразить всю сферу в двумерное эвклидово пространство. Поэтому приходится вводить две функции φ на сфере, которые заданы в окрестности северного полюса и окрестности южного полюса. А на экваторе они... и там должны совпадать... Ну, координаты... На экваторе совпадают. Да-да-да, на экваторе совпадают. И должно выполняться вот это. Ну и эта параметризация — это полярные координаты, соответственно. Ну и для примерной сферы — это обещённые полярные координаты. Да, окей. А, Марк, можно? Вот у тебя φ, она и отображает локальные координаты, и та же... ну, то есть в РТ. И та же φ у тебя отображает в касательное пространство. Это одна и та же функция получается? Здесь пока касательного пространства не было. Ой, щас. Это обратная функция. Это φ минус первая. Я просто... То есть это объективная функция? Да, это объективная функция, поэтому φ минус первая должна была существовать. И φ от X уже получается. Это обратное преобразование. То есть мы угол получаем из точки окружности. Другие примеры многообразия, но тут более сложные примеры. Те, с которыми приходится работать при оптимизации нейросетей. Так. Ну, собственно, самое первое многообразие, которое самое простое, это все из филового пространства. Дальше многообразие, которое называется Real Projective, это множество всех направлений в РН. Также есть многообразие, которое называется Штифель. Это у нас... Что-то множество всех направлений. Какие-то сферы? Ну, типа, да, это что-то похожее на сферу, но... Это проективная плоскость, но вообще она как бы отображается в сферах. Да. Ну, можно сказать, изоморфична с феорема. Ну, что нас задают то, что угол, вектор... Господи, когда мы берем нему препятникуляр, это будет размер остеяния на сфере пространства. И вот это оно, да. Множество всех таких векторов. Ну, то есть можно изоморфичность провести с множеством всех векторов фиксируя ногу? Да, да, да. Многообразие Грассмана — это у нас множество всех P-линейных подпространств в векторном пространстве N. Множество ортогональных матриц и множество матриц фиксированного ранда. Это вот, скажем так, два таких многообразия, которые чаще всего могут встречаться в статьях по риммонской оптимизации. Так, и, собственно, пример многообразия, который является вложением не в конечномерное эвклидово пространство, а в какое-то бесконечномерное пространство — это множество распределений, множество плотностей распределений, которые параметразованы какими-то параметрами. Но в данном случае я, как пример, привел нормальное распределение, и функция, которая отображает точку на многообразии, то есть функцию плотности, в двухмерной эвклидово пространстве выглядит как отображение в μ-сигма. Означает это то, что у этого многообразия как его размер без два? Да. Международное многообразие получается. И я бы и говорил, что в бесконечномерное в случае распределения? Ну, у тебя получается функция распределения — это подмножество бесконечномерного пространства, потому что множество функций — это у нас бесконечномерное пространство. В дальнейшем мы сейчас будем рассматривать только множество, которая вложена в витлидового пространства конечной размерности, но вложено в одномерно, у тебя получается p и 1, то есть у тебя параметр только p. Можно еще вопрос, а почему это знак на брейдинге? У нас есть функция f, которая отображает. И этого достаточно, чтобы можно было взять знак на брейдинге? Есть непрерывное обратное. Да, по сути, есть непрерывное обратное и поэтому этого достаточно. Можно сказать, на самом деле, практически все известные множества, которые можно представить, это многообразие. Очень сложно просто представить такой пример, но это нужно обращаться к бихмату, наверное, где множество, это не многообразие. Ну да, вот, кстати, можно разрывные какие-то множества представлять, вроде множества рациональных чисел, которые не являются многообразием. А если мы просто берем два, не знаю, две сферы в одном пространстве, они будут многообразием вместе или уже нет? Они, типа, не связаны друг с другом. Я в этом смысле развиха имела в виду. А если ты прикрутишь к сфере одномерную вышку, это уже не будет многообразием, потому что размерность. Многообразием и размерность везде одинаковая, в любую точку. Нет, я другой вопрос задала. Окей, а если у тебя две сферы? А это не проблема, это будет как-то. Да, просто две компонент связываются. У тебя на одной сфере есть карта, на другой сфере есть карта. Ну, нужно просто. Окей. И еще одну координату вводить, которая отвечает за номер сферы. Нет, зачем? Это только локальная координата. А если у тебя многообразие, например, не сфера, не гладкая, а какая-то какая-то с изломом? Да, куб. Нет, куб тоже можно отобразить. Там же, получается, мы берем точку и берем ее как эрисенцлокальную. И ее отображаем. Ну, единственное что, проблема может быть в углах, да? Вот это мой вопрос в общей программе. Мы-то обрагаем или нет? Вся эта, на самом деле, проблема. Если вот куб просто взять и развернуть. А, окей. Если его развернуть, то все нормально. На нем можно сказать, что вести структуру многообразия. Окей. Я понимаю, что требования к непрерывности каких-то функций, а не только для определения касательного пространства можно на этапе определения многообразия? Еще раз, касательного пространства? Ну, да. Ну, скажем, для куба непонятно, где будет. Да, вот в углах понятно. Ну, получается, что… Ну, да, непонятно, что касательного пространства… Ну, это просто не гладкий же. Ну, да, это просто не гладкий. Мне казалось, что требование к гладкости к монопразии произведет гладкости и перехода к новому пространству. Это не гладкое. Нет, гладкое должно быть заменять координаты. Больше вообще… Какая письма у нас бесконечная дефилицированность возникала? В замене координат. То есть, у нас крестности пересекаются, и нужно, чтобы эти координаты локальные, они были как-то согласованы. Мне кажется, что угость здесь не помеха. Можно сделать так, чтобы все было согласовано. Ну, да, но там просто касательный пространство будет довольно сложно. Сейчас вы про касательный пространство еще не говорите. Ну, вы вернёмся к этому вопросу, как поговорим про пространство пространство? Да, да, да. Так. Собственно, касательный пространство. Так. У нас… Зададим сначала прямую, ой, кривую на многообразии, которое отображает открытый интервал минус АА в самом многообразии, и проходит через какую-то точку Х. Мы сейчас будем определять, что такое касательное пространство в точке Х. Собственно, касательное пространство в точке Х будет являться линейное подпространство, у которого размерность должна совпадать с размерностью многообразия, точнее, она совпадает с размерностью многообразия, и она задается следующим образом. это просто производная кривой в нуле. Ну, по идее, да, но я просто ввёл здесь… как бы… это всё войдёт в это определение просто. Почему? Все эти кривые… Не, ну они все войдут. Ну, понятно то, что можно взять какую-то кривую сначала… там вот здесь у нас есть многообразие, то есть можно взять какую-то вот такую кривую, потом можно взять побольше её и тому подобное. у которого будет как бы вектор КСи такой же. Ну, то есть вектор Гамма-штрих-моги будет такой же. Ну, я сейчас про другое… Я про то, что в точности до параметризации t у нас это касательно пространство определено. Возвращаясь к вопросу о гуглах. Да. Как задать… Ну, то есть… Ну, там просто в углах… Даже на грани куба как бы… Ну, на грани куба сложно задать гладкую пиву. Это невозможно. Она там одна, прямо на грани. Нет? Сложно-сложно. Нет, ну… У них много просто. Нет, так чтобы через угол проходило. Может, там висеть. Через угол. Нет, я правду. Давайте на грани. Ну, там только одна, которая при грани. Правильно? Она будет принадлежать грани. Ну да. Не под грани. Сейчас это грани называется? Отместила… Отдали в рот. Отдали в рот. Отдали в рот. Сусей, что это значит, что этих точек как бы не будет, что ли? Ну да. Там будет отличаться от них пространство. Как бы кто мешает, чтобы… На грани, где-то там в точке не было. Так, а что у нас такое производное? То есть у нас функция, которая действует из R1 в какие-то элементы Rn. Ну, как бы у нас множество вложено объективного пространства. Да. Поэтому производное – это будет Rn. В общем, вектор из Rn. Ну, точнее, вы просто производное по каждой координате. Да. Вот такой вектор функции. Да. Размерность имеется в виду… Как бы вектора задаются Rn координатами, но размерность подпространства будет D. То есть можно найти базис из D векторов. Ну, и как бы на рисунке здесь видно, здесь вот мерное многообразие и у нас касательное пространство в мерное тоже. А если мы пройдем кривую к другому, через ту же точку? Это будет новый касательный… Да. Это будет новый касательный вектор. Вектор, да. Образует одно касательное пространство. А, почему? Да. То есть все такие кси, которые… Где гамма – это у нас гладкая кривая. Смотрите, со шестереди. Это гамма, которая здесь тоже будет менять, да? Да. Для всех возможных строителей. Так, ну, давайте какой-нибудь пример рассмотрим. Рассмотрим сферу. Это минус одномерное многообразие. Попробуем найти касательное пространство в точке x нулевое. Для этого нам нужно сначала как-то параметризовать кривую x от t. Так что в нуле она будет проходить через точку x нулевое. И также эта кривая должна принадлежать… Для всех t она должна принадлежать многобразию нашему. Поэтому должно выполняться следующее условие. То есть, x от t транспонированное на x от t равно единичке. Ну, что можно сделать дальше? Можно просто продифференцировать это условие и взять точку… Взять t равное нулю. Получим следующее. x нулевое транспонированное x нулевое плюс x нулевое транспонированное x от нуля равно нулю. Ну, получается то, что у нас это x нулевое – это и будет какой-то касательный вектор. И касательное пространство мы можем задать таким вот образом. То есть, это все такие z, что z транспонированное x нулевое будет равно нулю. То есть, это какая-то гиперплоскость. И, соответственно, у нее размерность многобразия… Ой, размерность этого касательного пространства тоже будет n-1. Это гиперплоскость в n-мером и в калидовом пространстве. Сейчас. Мы же так вроде показали, что если у нас есть какая-то кривая на многообразии, то ее производная будет удовлетворять вот этому выражению. Мы же не показали, что если предводно влияет этому выражению, то существует какая-то кривая на многообразии, которая такой прелом не соответствует. Ну, строго говоря, да. Можете дать достаточную историю, осталось проверить, что… Ну, смотри, мы как бы получили… Получили гиперплоскость, размерность d-1. Ну, так как мы вели касательно пространство, и это линейное подпространство, то хотелось бы задать как-нибудь на нем базис. Базис задается, собственно, через ту функцию φ, которая действовала в окрестности точки x. Так, мы как бы обозначим… Дальше будет обозначено… Дальше будет принято обозначение то, что x крышкой – это у нас всегда будет локальная координата. То есть это вектор размерности d. И базисные вектора задаются следующим образом. То есть это у нас просто вектор-столбец икобиано-преобразование. Икобиано-преобразование окрестности точки x в эвклидоводомерное пространство. Ну, это один из способов, да. Это такой канонический способ задать этот базис. Что это на самом деле обозначает? Мы просто сдвинулись по одной координате в д-мерном веклидовом пространстве, отобразили ее на нашем многообразии, посмотрели, как функция отреагировала. Собственно, здесь это и написано. И пример для сферы. Вот у нас есть две координаты локальной x1 и x2 с крышкой. С помощью функции φ-1 мы отображаем их как полярные координаты. Ну, и получается, у нас векторами байса будут являться вот эти вот... Эти столбцы, матрица и коби, будут являться векторами байса. — Почему полярные, скажешь, цирический координат? — Ну, называются полярные координаты и обреченные полярные координаты. — У нас сфере было превышено. — Так, то самое определение касательного расслоения. Так, касательное расслоение, тогда я сказал, что это множество пар. Множество пар — точка и касательный вектор. То есть это что-то вроде декартового произведения, но оно такое усеченное. То есть здесь берется... Здесь берется объединение по всем точкам на многообразии. И также берется вектор ξ из касательного пространства в данной точке. — А m у нас не кривая? — Любой вектор ξ? — m — это не кривая, m — это у нас многообразие. — Любой вектор ξ из касательного многообразия, касательной плоскости точки х? — Да. — Один вектор или все вектор? — Все. — Все. — Все. — Так. Ну и получается пример для окружности. Касательное расслоение — это у нас объединение по всем точкам на окружности. точки и касательного вектора в данном касательном пространстве. Так как данное касательное пространство изоморфично R, то касательное расслоение будет изоморфично декартовому произведению окружности и вещественной прямой. Вещественной оси. То есть это как раз таки цилиндр. — Вот в каком смысле цилиндр. — Да. — В прошлый раз сложно было. Ну и стоит отметить то, что это единственный пример, который можно себе представить. В смысле, единственный пример, где можно представить касательное расслоение. Потому что если мы перейдем в двумерное многообразие, то нам приходится представлять себе четырехмерный какой-то объект. — Касательное пространство изоморфично R, да? — Ну, да. Касательное пространство всегда изоморфично R, да? — То есть это получается, что... Свои не могут думать как, что это просто декартовое произведение исходного многообразия на R, да? — Не совсем. А, ну, исходного многообразия иногда, да, правильно. То есть... Определим понятие векторного поля на многообразии. На самом деле это очень простая сущность. В каждой точке многообразия просто берем и какой-то вектор из касательного пространства. Это и есть векторное поле. Здесь наглядное представление векторного поля для сферы. — Размерность векторного поля будет должен быть D. — Размерность векторного поля? Перейдем к определению римного многообразия. Так, многообразие, которое во всех касательных пространствах снабжено скалярным произведением, называется римановым многообразием. И это скалярное произведение должно быть гладким в том смысле, что для любых векторных полей, которые заданы на многообразии, функция, которая отображает x в... Ну, это в данном случае просто число, потому что скалярное произведение является гладкой на многообразии. — Гладкой по x маленькому. — Гладкой по x маленькому, да. — Я понял, что вот тут уже куб не прокатывал? — Да. — Есть. — Ну, куб не прокатывал уже на самом деле. — Ну, просто я же не могла понять, что у меня смещалось, что про куб. Ну, понятно. Ты тут сказал, что, типа, ну и что, как бы. Ну, он же все равно муни-фолт. Он уже не римов муни-фолт. — Ну, мы же не римов муни-фолт. — Так. Это вопрос был. — В каком смысле скалярное произведение считается гладким по r? — Гладким по x. — Ну, да, по x. Мы имеем функцию, которая x отображает какое-то число. Просто это у нас скалярное произведение какого-то вектора из касательного пространства на какой-то другой вектор из касательного пространства. — А, что за демы-фолт? — А, это просто множество всех векторных полей заданное в многобранье. — Ты что-то потерялась? — Да, смотрите. Берем скалярное произведение. Берем фиксируем какую-то пару векторов. — Откуда? — Берем скалярное произведение по раздежной точке x в многобранье. Теперь взяли, что x чуть-чуть сдвинули по многобранье. У нас ли это пара векторов, на которых вы считаете скалярное, то изменится или нет? Или в лучших it the same? — Пар векторов? — Да. — Ну, это же векторное поле, там пара векторов изменится. То есть мы как бы изменили x, и векторное поле, оно как бы задано… — То есть у нас как бы изменился способ подсчета скалярного произведения? — У нас изменилась пара векторов, но при этом зрение очень маленькое, непрерывное. — Да. — То есть векuchsное поле оно тоже непрерывное. то есть можно что было проще можно секундочку писать допустим сверху на поле константно тогда у нас скалярное произведение что у нас вектор остается постоянно но скалярный а теперь добавляем как бы что еще и вектора не принято но только немножко ну да кстати здесь должно быть сказано то что векторные поля они мы будем задавать непрерывно легко на поле потому что у нас как бы на габаре тоже должно быть непрерывным полей еще придумаем функцию которая будет работать над этим непрерывными полями правильно что это функция хорошее что это вводит скалярное произведение можно найти вопрос вот x и y вот эти векторные поля они я прослушиваю они должны быть гладкие да 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 красивые поли красивые поли правда что это получается что пример в предыдущем плане не очень удачный потому что вот это вы знаете а чёрт с ними не так ну на самом деле есть такая есть как бы честно но тут она типа вредит вредит да это просто без чему прерыва да на плане можно все закрасить черным а выше на точке ну если там все сходится как бы вроде бы это не важно да да я понимаю что это прерывность и непрерывность она зависит от способа параметризации то есть если мы например не в полях координатах смотрим на сферу разрезаем их в глобус но там вот так то то для вот такой вот фигни она если будет непрерывно будет прерывно идти это все не нет в смысле прерывно то что делать на границе под этих толик не получится задать функцию фи да 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 вообще не получится это можно назвать фи чтобы у тебя у тебя двумя границе а фи давайте давайте да давайте 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 так мы задали базис вот здесь для касательного пространства И данное скалярное произведение можно представить следующим образом, как в виде квадратичной функции. Что здесь произошло? Мы разложили касательные векторы кси-х и n-д-х по базису. И матрица GX называется симметрическим тенсором, и это представляет собой просто матроссограмма. Можешь немного формально рассказать, что значит гладкое векторное поле? Вот это вот сложно определить. В каком смысле у тебя не сильно меняется вектор при сдвигании? Относительно чего не сильно меняется? Я просто не хотел к этому переходить. Ну типа при уменьшении расстояния между точками у тебя типа вектор. У тебя разные касательные. На самом деле ты можешь просто просмотреть и всё. Там гладкость, это же про производство. Нам нужна гладкость и непрерывность. Давайте начнем с этого. Ну непрерывность то есть нужна. Непрерывность. Ну как бы гладкость. В каком смысле гладкость? Производная непрерывность. Производная непрерывность. Ну скорее всего да. А у нас там нужна гладкость. Ну скорее всего да, гладкость нужна. Просто нужно заходить в векторный анализ. Я не хотел это делать. Сейчас, ну производная непрерывность. Производная непрерывность. Производная непрерывность. Так, это будет что-то что-то, что... Нуuckles! Это просто определение того, что такое гладкое изменение метрического... Гладкое изменение — это скалярное произведение. Нам оно дальше никак не нужно будет. Для этого нужно, чтобы понимать, посмотреть именно в манифол. Можно вопрос не по определению гладкости, а по примеру? Вот тут, когда ты показывал шарик, возник вопрос в том, все ли хорошо с шариком, потому что у него есть точечка в самом центре. Вопрос возник, и я для себя ответила, или человеку, который этот вопрос задал, что если он на секторе на поле просто сходится в нулю в этой точке, то все хорошо и все непрерывно. А до этого обсуждали кубик. А если на кубике на ребрах тоже все сходится в нулю, то это тоже все хорошо? На кубике как бы в ребре невозможно касательно пространство определить. То есть, да, определение ривного манифол, это никак касательно пространства? Или как бы... Метрика на касательное пространство определена. Касательно пространство кажется, что должно быть. Окей, спасибо. И что ты без колерия на касательное пространство не будешь реакторное поле определить? Да. Угу... Угу... У тебя как бы... Касательно реакторное поле определено только на касательное пространство. Сейчас, а почему нельзя определить на ребре касательно пространство? Я могу привести там одну... Все кремы, что я могу через точку привести... У них производных не будет. В смысле, нет, они будут лежать на ребре, у них будет производных. Ну ладно, мы можем привести... Почему будут приверены? Мы просто не будем дифференцировать, мы можем вот так вот привести. Да, все сами не будут. На вашей серии сказано. Мы можем все непрерывные и мы их дифференцируем. У того, что производные будут. Да. Окей. Ура. Ура. Так, два вопроса. Первый — это является ли, собственно говоря, сфера ревнового манифолда, потому что там была теорема о том, что ее нельзя прочитать, и, соответственно, будет точка, в которой... Чего? Чего не есть? Теорема не лежа, по-моему, это постоянная полюсия. Да. Фишка в том, что да, на практике, вроде бы, в полюсе сходится в ноль. Ну, это непрерывность. То есть, если мы будем брать производную, то, кажется, она не будет гладкой в этой точке, где она сходится в ноль. Почему? Да. Потому что направление меняется. Да, да. Это, кстати, да, но она не будет гладкой. Ну, скорее, разделение будет просто равно нулю, и производная в ревновом педи тоже должна быть. Хотя... Непонятно. Вопрос-то у нас сколько выстремляется? Ну, еще два вопроса. Первый, как бы, пример, шутку, римный манифолд, и второй вопрос, это пример манифолда, который не является римным. Потому что там вообще, в принципе, нельзя касательно пространство определить. А в основном практически все многообразия, которые вложены в RL, скажем так, неразрывные множества, они будут манифолдами. Ну, и соответственно, если там можно ввести касательное пространство, то все будет нормально. Но для римного манифолда нужно введение касательного пространства и, собственно, того, чтобы это был манифолд. Так а что там насчет сферы? Ну, сферы, то не у нас манифолд, да. То есть, видимо, нам все-таки в краткой исполении важна, важна только манифолдность. Здесь нужно что-то делать. Не, мы вообще-то не знаем. А вообще есть. Хорошо, что это в ладной первой червы. В ладной червы. Вот там обгудалось вопрос, что можно на сфере как бы производить. Это не только в ладной червы. Это да. Да. Но я вот забыл уже теорию. А подчислены ниже? Да. И, в принципе, электракция. Это не существует никакого... ...векового поля. Давай, сделаем? Не придем. Давай, сделаем. Не придем. Пишут, что оно вырождает. Оно, оно, обязательно где-то быть, направлено другом. Да. Да. Кстати, с этой проблемой, вообще, у нас все продано, у нас кафлёвский. Ну, непрерывность сохраняется? Нет, это почему нет? Ну, смотрите, непрерывность, по сути нет вообще. Ну, что, ну, я за сквежат, а еще с вами нет. Если не обращается, да? Так, давайте дальше, потому что мы так сейчас можем закопаться. Собственно, я сам так закопался когда-то. Ну, да. Ну, да, по сути, матрица грамма, что там будет. Так, давайте дальше. Собственно, матрица грамма, так, давайте дальше. Определим, что такое производное по направлению в риммном многообразии. Стандартное определение, производное по направлению, выглядит следующим образом. Так, но если мы перейдем в риммном многообразие, то точка х плюс tau кси задана не будет, где кси будет принадлежать касательному пространству. Этой точке не будет задана, но, как бы, если мы действуем в многообразии, которое вложено в римм, то все будет нормально. Потому что там, как бы, два вектора сложатся, и это будет что-то из римм. В данном случае непонятен объект. И поэтому вводится производное по направлению другим образом. Мы как бы задаем прямую кривую, которая проходит через точку х, и ее производное в нуле будет совпадать с нашим направлением. И здесь уже получается все гладкое, скрывая гладкое, и здесь все можно уже продифференцировать. То есть мы как бы берем нелинейное превращение, а мы берем нелинейное превращение так, чтобы аргумент после превращения лежал в благоприятии. А понятие по направлению вот через касательную этого линейного превращения? Да, да. То есть через трейлого линейного превращения. Я понимаю, что через это же определение градиента мы бы говорили и про гладкие редакторные поля. Через это определение? Да, можно. Да, можно. Для обсуждения гладкости нам нужна производная, мы не можем считать производную по верхней поле поля. Ну, да, есть определение производной по направлению векторного поля по вектору из другого векторного поля. Есть такое определение, оно задается примерно таким же образом. Можно попросить? Ага. Зачем? Окей, давайте. Хорошо. Зачем нужна риммонова структура, чтобы вести гладкое векторное поле? Я не понимаю. Ну вот, я и говорю, что мы гладкое сводим как гладкость в композиции с обратным чарком. Да. Да. Я как бы на этом не понимаю. Всё. Нет, подожди. Есть гладкое векторное поля? Так. Мы определили, что такое производная по направлению, и можно определить риммоновый градиент уже через это определение. Так. Риммоновый градиент – это такой вектор, который лежит в касательном пространстве, который удовлетворяет следующему равенству. То есть у нас производная по направлению в точке Х по направлению Кси должен раскладываться в скалярное произведение. Риммонова градиента, да? Риммонова градиента и вектор Акси, соответственно. Ну, здесь пока вот такие довольно прямолинейные общения того, что мы привыкли к электридовым пространствам. Да, да. Это просто общение того, что мы привыкли к электридовым пространствам. А вот это, естественно, Nd или которое задаётся в инстаграмме g? Это скалярное произведение, которое задаётся в риммоновом многообразии в касательном пространстве. Риманов-градиент задает векторное поле на нашем манифолде. И это векторное поле обладает такими же свойствами, как и обычное векторное поле для скалярной функции в индивидуальном пространстве. То есть она показывает на рост функции по направлению. Я здесь представил пример. То есть у нас здесь многообразие окружности и функция x1-1 в квадрате плюс x2 в квадрате. То есть я просто сдвинул минимум в эту точку. И здесь представлено векторное поле Риманов-градиенту. И в данной точке будет у нас максимум находиться, как самая отдаленная точка от глобального минимума квадратичной функции. И видно изменение, как бы видно, в какую сторону все градиенты вообще идут. То есть это просто наглядное представление того, что здесь написано. То есть противоположность в точке 0? Да, в этой точке 0, потому что здесь градиент тоже 0. Я сейчас определил, что такое градиент. Точнее, как его посчитать можно, этот Риманов-градиент. И да, в этой точке он будет 0, и в данной точке тоже будет 0. И если, например, он оптимизируется, то он будет 0. Нет, ну у тебя просто правый минус, слева максимум. Да. А, окей, это линия уровня, то есть. А, да. Сможно с таком назад еще вернуться? Вот мы когда говорим, что мы хотим найти такой вектор, град f от x, который бы в секретном напряжении сексидовал производную по нему, но таких векторов на самом деле их же целый такой квазиконус получается. Потому что на прямой, на плоскости, например, это два симметричных вектора. Этот вектор должен быть единственный. Градиент. Кажется, что... Нет, но он не единственный. Сейчас. Это же нейный функционал, и по нему можно однозначно обзор построить... Соответственно, сочетание, сочетание произведения выдавать... Сейчас. Тут просто, по этому нам просто нужно как-то хорошо выбрать каждую точку x, чтобы они что-то гладко ослабляли, где-то... Что гладко. Короче, почему градиент только один? Смотри, у тебя справа df, это танджет-дивектор, то есть нейный функционал на векторах, танджет-дивекторах. Это говорит, что он при каждом кси должен поменяться в каком-то произведении. Это просто представление риса, это нейный функционал. Да. Чего не сказал, что кажется, что... Мы можем теперь на какой-нибудь дебе... ... 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 Я продолжу. Я продолжу. Я продолжу. Так. Здесь представление электронного поля градиента. Так. И давайте как бы попробуем посчитать сам этот римонов градиент. Так. Для начала мы представим, что у нас есть локальные координаты. Так. И посчитать можно римонов градиент, можно посчитать в локальных координатах в следующем образом. То есть это просто наш метрический тензор в минус первой степени на градиент f, как будто f задано в локальных координатах. Сейчас покажу пример. Так. Давайте на примере той же самой окружности. Почему здесь три координаты? Почему здесь три координаты? Сфера, потому что нужно сфера. Тогда это не относится сфера. Почему здесь так, здесь x3 Окей, тогда это сфера. Так. Ну вот наше многообразие. Сфера. Функция φ. Мы задаем функцию φ-1, потому что по нему будет строиться базис. Так. Это будет... Ну это просто полярные координаты. Функция. Задим какую-то функцию, которая задана в R3. То есть это задано в глобальных координатах. Функция, которая задана в локальных координатах, будет выглядеть таким вот образом. То есть это f от φ-1 от x с крышкой. Собственно, градиент функции f как будто она локальных координат, это будет якобиан транспортирован на df по dx. В общем, df по dφ-1. То есть это просто обычный градиент f от x как будто мы берем его функцию от глобальных координат. Надо было бы обратно в порядке. Сначала R дифференцирует 0-1, 0-1 будет с крышкой. Ну... Так понятно. Да, ну... просто тут маточный. Какая разница? Скоро-какое сведение можно и без тайм поднять. То есть это просто чей-либо обычно? Да. Это просто чей-либо. Матрица G это матрица грамма и ее можно представить в виде якобиан транспортирован на якобиан. Якобиан я вводил уже. И тут у нас получается просто диагональная матрица 2 на 2. И Римманов градиент это будет вектор размерности 2 матрица G от x в минус 1 на этот градиент. Так, а градиент через большую букву G градиентов с крышкой это вектор какой размерности? Размерности 2. Ну, это вот здесь этот чей-либо. То есть у нас метрический риммон транспортирован зависит от функции можно его, по идее, задать и другим образом. Это просто как бы мы задали базис какой-то в касательном пространстве и с помощью этого базис задали вот эту нашу матрицу G. Можно по другому базис задать, будет другая матрица G. Никто не мешает это делать. Ну, то есть это просто так. Градиент функции в касательном многообразии практически, да? По локальным когнатам. И потом просто линейно преобразуем его по матрице грамма. И видим это нужно для того, чтобы у получившегося градиента как раз производные по направлению нужные были. Потому что в этом времени возникает скалярное произведение, вот чтобы как бы нам к этому скалярному адаптироваться как раз умножаем на момент грамма. Как это, если на пальце объясняет. То есть как бы вот у нас это представление. Представляем, что G-1 стоит на градиент. И как бы G-1 на G будет единичка. И здесь будет как будто стандартное скалярное произведение и стандартное производное по направлению. Вот и все. Супер. Ну это дошло ли это? Если честно, нет. Так, еще раз. Мы представляем локальных координат вот таким вот образом. То есть G-1 на градиент как будто от локальных координат зависит функция у нас. То есть тоже размерности D вектор. так. Почему это именно так? Потому что куда это? Потому что мы подставим сюда то, что там было. G-1 на градиент. Здесь получится, что Gx на G-1 будет единичное. И получится просто коситранспонированное X на градиент. и это просто определение определение производное по направлению обычным смыслом. Вот. Так. Мне правильно понимаю, что здесь нам просто повезло, что у нас F-1 задается одинаково на всем манифолде. И что по-хорошему нам надо было бы для каждой окрестностей это заново производить. Да. Здесь как бы для каждой окрестности. точки X крышкой. Ой. Точки X. Можно вопрос, почему с матрицей G вот так? Потому что матрица G это у нас матрицеграмма базисных векторов. Базисный вектор и ИТ это у нас так, я показывал. Это у нас столбец и кабиан. То есть это вот эта штука. Угу. У нас здесь было представление Римманово градиент через локальные координаты. Также можно представить Римманово градиент через глобальные координаты, если у нас многообразие вложено в R. так. Представляется это следующим образом. То есть это просто проекция градиента как будто задан от функции как будто он задан на РН на касательное пространство. и все. Да. На вопрос почему это так можно ответить тем образом, что как бы любую точку в конечномерном пространстве можно представить в виде прямой суммы прямого пространства и в данном случае мы представляем в виде проекции на касательное пространство плюс проекция на пространство которое ортогонально касательному пространству. И то, что ортогонально касательному пространству с X как бы она одну лица и у нас получится Харасет. Всем понятно? Сейчас здесь не очень понятно почему прям матрица прямо не фигурирует. Вот именно она здесь не фигурирует она фигурирует только в том случае когда мы в локальных координатах действуем. Потому что в локальных координатах у нас может быть специфически задано скалярное результат. И мы типа пытаемся компенсировать это специфическое задание и умножаем на G-1. А в локальных координатах она считается где задана естественным образом? Да. Соединичная матрица Ну, она наследует с одного пространства. В этом примере она наследует с одного пространства. Так. Ну и опять у нас сфера. и так. Касательно пространство на сфере задано мы уже это считали это это просто какое-то линейное линейное многообразие. И проекция на на это касательно пространство можно посчитать просто выписывал и собственно так. Ну, получается проекция будет у нас вот такой. и Римманов градиент это просто проекция от функции f как будто она задана на всем нефтилитовом пространстве и в общем-то все. Проекция этого градиента. Да. Теперь у нас здесь x трехмерный а мы с крышкой x это типа локальных координатах x просто это в глобальных координатах пространстве он Он должен быть касательно пространстве но мы здесь задаем его в глобальном пространстве то есть это rm здесь римманов градиент был rd так как мы глобальных координатах действуем здесь и также стоит заметить что здесь для того чтобы считать риммом градиент и здесь будет гораздо быстрее римм градиент считаться так в данном случае повезло потому что матрица метрический тензор является диагональной матрицей и там тоже но в общем случае как правило вычисление проекции более дешевое чем вычисление обратных матриц так нормально это точно обращать или просто мы можем на вектор положить ну типа приблизить диагональ ну можно это как в обычном методе оптимизации так собственно перейдем к риммоновой оптимизации так нам задана функция и мы ее хотим минимизировать в обычных методах оптимизации что происходит в обычных методах оптимизации мы берем точку xk и двигаемся по антиградиенту с каким-то шагом альфакаты что будет происходить в риммоновом случае для начала нам нужно определить заданным можем ли мы представить наш манифолд в локальных координатах если можем можем считать как бы в локальных координатах xk плюс 1 xk минус метрический тензор минус 1 на градиент в локальных координатах мы не всегда можем в локальных координатах например матрицы фиксированного ранга в локальных координатах как-то сложно поэтому не всегда можно в локальных координатах и если мы имеем как бы глобальную параметризацию и у нас манифолд в римм вложен как-то то мы можем посчитать градиент в глобальных координатах но тут мы сталкиваемся с такой проблемой что xk у нас из многообразия а градиент у нас из касательного пространства и нам нужно складывать вектор из многообразия с векторами из касательного пространства вообще говоря это будет вектор вектор не из многообразия сейчас я прошу почитать группу вопрос задам а вот предыдущая синяя формула где x кв и k плюс 1 да мы здесь как бы гарантируем что мы остаемся в многообразии да мы точно многообразия потому что мы в локальных координатах действуем ну мы пересчитали локальные координаты ну мы получаем точку из многообразия ну мы всегда в локальных координатах просто есть окей так ну и получается то что мы выпрыгиваем из многообразия и нужно как-то обратно вернуться на многообразие что можно для этого сделать можно для этого нужно задать какую-то функцию которая будет отображать вектор из касательного пространства обратно на многообразие каким-то хорошим способом так для этого сначала мы определим что такое геодезическое на самом деле это очень на самом деле это очень простая структура это просто кривая которая соединяет с минимальным расстоянием две заданные точки на многообразии вот у нас да прямая лежачая многообразия которая соединяет кривая лежачая многообразия которая соединяет с минимальной дистанцией в общем и формальное определение это мы задаем функционал который определяет длину длину длины кривой многообразия и геодезическая это та, которая минимизирует этот функционал. Здесь тоже довольно простое определение. Exponential map — это как раз-таки та функция отображения из касательного пространства в римном многообразии. Exponential map — это геодезическая, которая обладает следующими свойствами. Это та геодезическая, которая проходит через точку x в нуле и имеет касательный вектор кси. — Что мы с чем соединяем еще раз? — Мы с чем соединяем? — А мы из x по кси двигаемся? — Мы из x по кси двигаемся? — Да, мы из x по кси двигаемся. Мы хотим поддвинуться по кси из касательного пространства как-то хорошо. И это задается геодезической. — Параметрическую надо две точки иметь. — Да, да, да. Нужно иметь две точки. Здесь это никак не важно. — Гават минуса и гават рат. Мы геодезически перевяжем единицу времени, и эта точка будет туда, когда нас отображает специальное отображение. — Да? — Ну, и… — Минимальная длина? — Да, у нас должна быть минимальная длина. Здесь у нас получается так, что эта геодезическая проходит через точку x. Есть единственная геодезическая, которая проходит через точку x и движется по направлению касательного пространства. — А как за счет? — Через параметризацию, которая задана гаммой. То есть, гамма — это функция от t, и мы можем как угодно задать эту кривую. То есть, мы можем задать как гамма от a, умноженное на t. — То есть, конечно, он не единственный? — Нет, он как бы… — Ну, вообще говоря, да, не единственный. Мы можем как бы регулировать этот параметр, как будет показано дальше. — Ой, это показано тройку. — Единичка. — То есть, если мы фиксируем единичку, то это единственная штука. — Да, это единственная штука. — И геодезическая в том смысле, что расстояние между гаммой от нуля и гаммой от единицы при таких условиях минимальное. — Забавно. — Просто можно рассмотреть все геодезические, которые через данную точку проходят. — Давайте не называть это все геодезические, все кривые. — Все кривые, которые проходят через эту точку? — Все кривые, которые проходят через эту точку, являются для некоторой пары точек геодезическими. Можно рассмотреть. И выбрать из них те, которые как бы в направлении к Си идут. — Все-таки я дурак. — Но можно же через X провести бесконечно много кривых, которые идут по направлению к Си. — Да, но только одна из них будет геодезической. — Даже в какой-то точке она же для пары определяется геодезической. — Мы можем это сказать так, что мы берем точку, проводим через нее все возможные кривые, у которых градиент совпадает с нашим Си, которым нам надо. Их получается много-много-много. Теперь по каждой кривой отходим на единичку и убираем из них каждую самую короткую. — А если не все это накроют? — Нет. — Я не знаю, почему они могут сразу показать. — Мы не перебираем все кривые, мы только геодезические перебираем. — Я не понимаю, что такое перебирать геодезический конец второй точки. — Для любой второй точки. Рассмотрите, все геодезические, которые идут из X до любой другой точки манифолда. — Это то, что все кривые, которые мы в данном случае рассматриваем. — Ты можешь взять точку, потом взять какую-то вторую точку. Через эту пару точек проходит геодезическая. — Единственная. — Единственная. Но это геодезическая, она геодезическая для первой точки и любой точки на этой геодезическом. — Да. — Почему отдать? — Мы можем взять на спеле два порюса, и там будет бесконечно. — Ну, порю, это уже другое. Можно локальную ответственность рассмотреть, поэтому, конечно, можно рассматривать в интерванчике. — Так и дальше. — Дальше надо было идти. — Вот. То есть, геодезическая задается не по пару точек получается, а по точке и направлению. — Я правильно? Ну, извини. Я просто с моего понимания. Берем точку, берем направление. В ту сторону будет все еще куча геодезических. — Берем, блин, просто в локальных координатах берем, вот стоим в точке, в локальных координатах идем по прямой в одну сторону. — Да. — Вот вы можете как бы на это прямое дать бесконечное множество точек, для которых эта прямая будет геодезической, а не текущей. — Да. — Правильно же? — Да. — Соответственно, если мы говорим, в каком направлении идти, то геодезических в этом направлении много. — Но мне все не надо. — Они все совпадают. — Они все совпадают. — А сейчас, знаете, каким плюшком он так вот расходится? — А вот она. — Нет, я чувствую. — А вот. Это из вашего мнения. — Тогда, видимо, вы можете взять другую криву, которая будет меньше. — Вот это так? — Ну, в локальных, да? — То есть здесь сейчас кучок. — Блин, это не приступает с нарисовать. — То есть вот у нас, допустим, направление, ну скажем, вертикальное, и вот у нас там… — Ну, гора метро. — Какие вот линии? — Вы в глобальном пространстве и в локальном пространстве? — Это кажется, что это важно вроде, конечно. — Ну, важнительно. — Кривые, видимо, в глобальном. — Сейчас кривые я рисую как бы на многообразии. Вот это направление, оно в касательном пространстве. — Угу. — Ну вот, вот, например, тут же картинка, что здесь просто криво, тут криво много, но вот в этой точке они все в данном направлении. — Дальше расходятся. — Допустим, вот скажем, для этой точки известно, что вот это вот гиадезическая гиадезика. Значит, вот для всех этих точек тоже будет гиадезика. — Угу. — Вопрос, а вот для этой точки, может быть, вот это прямой душ гиадезик? Или вот для этой точки? — Почему? — Или для этой точки найдется вот какая-то гарантированная гиадезика? — Да. — Это откуда следует? — Почему тут не было сказано? — А за счеток теоремы какая-то есть, которая говорит? — Ну, у вас есть, конечно, другое определение гиадезических кривой, которые более удобны с точки зрения их рассуждения, что это решение дифференциального уравнения при ограничении на направлении, с которого начинается движение. — Как раз таки вот эта минимизация этого функционала — это решение дифференциального уравнения. — Ну что... ну, допустим. — И у вас есть теорема при единственности решения дифференциального уравнения. — О. — О. — Угу. Это же важная вещь на самом деле, и сразу все остается на свои места, что у нас существует единственная геодезика, которая смотрит данное направление, хотя кривых тут может быть еще много, на них вы все ните. — Потому что мы минимизируем этот функционал. Этот функционал — это решение кода дифференциального уравнения с такими условиями. И решение дифференциального уравнения с такими условиями — единственное. Поэтому геодетическое будет единственное. — То есть если вы нашли прямую геодетику, то для всех остальных точек? — У нас есть направление, где дифференциального уравнения не будет. Дифференциального уравнения будет как раз другого уравнения. Все у нас теряем хорошо. А единственное решение — дифференциальный. — А можно еще раз дифференциальный показать? — Здесь дифференциальный нет. Его нужно представлять с помощью символов Кристофеля, определять символы Кристофеля. — А оно не получается, если там дифференцировать достояние по гамме? — Ну, как-то так же получается, расприимается. — Там типа нужно что-то по гамме дифференцировать, что-то по Т. — Вариационное. — Вариационное исчисление. — Оно таким образом не получается. — Просто дифференциальное уравнение довольно сложное для того, чтобы его здесь писать. — Ну, Аким, на интуитивном уровне, что непонятно. Вот у нас есть какой-то момент, где у нас все ломается, когда мы переходим к глобальным, ну, уходим из малой окрестности. То есть, что он говорил, вот у нас есть направление, вот у нас есть там гора по дороге. Мы через нее не можем перейти, у нас все симметрично. — Может пойти налево, может пойти направо, чтобы ее обойти. — А гладко все нормально? — Да, если она гладко, все нормально. — Так, давайте вернемся к экспоненту Шелмеру. Вортажнейшая штука, но мы пока не догоняем. — Так, получается, экспонент Шелмер — это единственная такая геодезическая, которая... Единственная такая геодезическая, которая подойдет такими свойствами. — Такими какими? — То, что гамма от нуля — это х, и гамма штрих 0 — это х. И она отображает какой-то интервал на вещественной плоскости на манифулку. — А почему есть экспонент, да? — Потому что... Я затрудняюсь это ответить. Потому что... Для того, чтобы... Штифель-манифолд — это унитарные матрицы, ортогональные матрицы. И там экспонент Шелмер можно представить в виде экспоненциала. Ну, это единственное, как бы я могу... Я только так могу ответить пока что. Ну, для того, чтобы посчитать exponential map — это как раз-таки то отображение из касательного пространства на наш манифулку. То есть мы отображаем наш вектор минус альфа-к на риминовый градиент обратно на манифулку. Но для того, чтобы, как было ранее сказано, для того, чтобы найти exponential map — нужно решать нелинейное дистанциальное уравнение второго порядка. И для того, чтобы сделать один оптимизационный шаг — это слишком дорого. Сейчас вопрос такой. Экспонент Шелмер на вход принимает глобальный координат — rm? Да. Можно? Как бы у нас все координаты... Я здесь сделал так, что все координаты, которые с крышкой — это rd. Матальные координаты. А все, которые без крышки — это rm. Вот, подойдите теперь по вопросу. Экспонент Шелмер — это, в совершенном счете, это реализация понятия «пройти из точки в направлении». У нас есть точка, но не в проуде. Если направление будет из точки в направлении, это тоже, по-разному слову, касательно лепо. А пройти в этом направлении — это... Что значит пройти в направлении? Типа двигаться в самой ее влечью дистанции. Для этого мы вводим понятие длины кривой и джиодезики. И, соответственно, в какой-то маленькой окрестности этой точки мы можем двигаться в направлении так, что кривая будет джиодезикой. То есть длина кривой от гамма 0 до гамма, какой-то маленький параметр, она минимальная по всем кривым. Начинается в какой-то момент у нас эти кривые могут вначале расходиться и так далее. Нормальная конкретность — это как раз единственное решение задачи кашлика. То есть на вход он принимает также директор в точке x, возвращая в точку на манифолбе. Есть еще обратное отображение. Например, мы берем две точки на манифолбе, и получаем касательно вектора с первой, который ведет по второму заседанию. Почему так, как мы и строим с историей? Я сказал, что это довольно сложно вычислять. Давайте перейдем к тому, что можно вообще вычислять. И, скажем так, аппроксимация exponential map — это такое понятие как retraction. Операция retraction делает почти то же самое, что exponential map, но она не удовлетворяет самому дифференциальному равнению, но удовлетворяет вот этим свойствам. То есть первое свойство, какое там было, то что в нуле мы проходим через точку x. И когда мы движемся по направлению вектора xi, мы движемся по направлению вектора xi. То есть производная в точке t равна нулю будет равна xi. Это будет что-то, что аппроксимирует нашу exponential map, но она будет более дешево считаться. То есть мы отказались в диадезе? Да. В некоторых случаях можно посчитать диадезику, там есть примеры, и решается это дифференциальное равнение, и она довольно хорошо считается. Ну, собственно, для сферы вроде бы, да, можно посчитать. Ну и можно сделать такой шаг, sk-1 retraction от fk на tk. И когда мы берем tk минус градиент, то данный оптимизационный шаг будет шагом риманово-градиентного спуска. Риманово-градиентного спуска. Я правильно понимаю, что это retraction, он приближение exponential штуки, только в смысле того, что при сравнении шагов к нюню? Да. Оно приближение в том смысле, что как бы здесь у нас только два условия, которые выполняются и все. А в геодесике там еще есть как бы... Ну вот как раз вот эта картинка правильная. Вот, что одна из них это exponential map, а остальные это retraction, которые при малых t действительно все будут похожи. Ну то есть то, что я сказала. То, что мы на маленький шажочек делаем, все будет окей. Потому что у нас геодесика, она почти прямая на манифолде. Но как только мы увеличиваем шаг, там уже чего угодно может происходить. И чем дальше мы упадем, темнее чего угодно. Ну вообще, находить retraction для манифолдов это такое творческое занятие, чтобы удовлетворялись сразу, чтобы были удовлетворены сразу два условия. Ну приведем пример на сфере. Retraction на сфере будет такой вектор x плюс qс, деленный на норму. Одним каким-то. Ну, одним каким-то retraction, да. Потому что retraction может быть сколько угодно. Мы тебе находим какой-то и... Да. Ну в данном случае retraction это просто проекция на манифолд. А он не будет exponential map? Этот retraction не будет exponential map. Ну и просто проверяем свойства. То есть то, что retraction у нас должен... Ну при любых t, на самом деле, здесь должен быть t. И он должен лежать на манифолде. Он должен отображаться на манифолде. Собственно, он отображается на манифолде. Потому что этот вектор транспонирован на самом себе. Это будет единичка. Дальше мы должны проверить свойства то, что retraction 0 это у нас сам x. Ну... Проверяем. Почему не будет он? Exponation map? Да. Типа если мы представим сферу, берем вектор, проецируем его, попадаем на геодезику. Сейчас, сейчас, сейчас. Это нужно... Но оно не будет exponential map, потому что exponential map выглядит по-другому. Почему? Это же... Вот там можно явно видеть почитать. Ну это же просто вот эта большая дуга. Ну здесь вот будет типа... Мы как бы берем этот вектор и проецируемся просто на манифолде. А exponential map для нее будет, грубо говоря, какая-то точка здесь. А может не совпадать. Это тоже как-то длинную шагу надо выбирать. Может единичка тут правильно, кто длинную шагу включает? Ну, по сути, да. Мы это как раз... Так, так, так. Мы... Мы вот этим как бы learning rate мы этим контролируем. А почему у нас... Если мы вот это задаем длинную шагу типа единичка, почему у нас кривая будет единственным? Мы же вроде можем как бы кривые вот или сжимать, или растягивать? Ну, в этом смысле она единственная. В смысле, в точности, да, вот эти вот протяжения. У тебя фиксированный метрик, какая-то протяженность. Вот у тебя заданы для меня секс-дректоры, которые в условиях... А, в ритминчике это так. Да, вот так, потому что это фиксирование. Фиксирование, просто. Итак, для того, чтобы найти retraction, нам нужно задать какую-то функцию, как бы задать какую-то кривую, и найти ее параметризацию, чтобы она удовлетворяла этим трем свойствам. Ну, а что вы видите, смысл проверяем, как мы не финансировали относительно такси? Ну, здесь, да, такое же рефиксирование, от T, потом проверяем то, что в нуле мы как бы в данной точке проходим, и то, что мы будем принадлежать всегда манифолду. Так, как говорилось ранее, есть достаточно много retraction-ов. Здесь вот приведены все retraction-ы, почти все retraction-ы для штифель манифолда. В смысле, все? То есть, манифолды, которые... Да, почти все. Популярные. Ну, в смысле, я имею в виду, что такое вообще бесконечное направление. Ну, retraction-ы можно сколько угодно много. Никто не гарантирует их единственность. Ну, так, мы как бы задали, что такое риммоновый градиентный спуск. Теперь перейдем к каким-нибудь более сложным вещам. Обычно мы хотим добавить моментум к градиентному спуску. Так. Обычный градиентный спуск к моментум выглядит следующим образом. Мы берем какое-то предыдущее направление плюс градиент с весами бета и альфа-ката. И двигаемся по этому направлению. Что происходит в случае риммонового многообразия? Мы берем какой-то вектор из... Какой-то прошлый вектор. И это направление, оно лежит в касательной пространстве в точке х-к-1. Следующий вектор будет лежать в касательной пространстве в точке х-к. И нужно как-то это сложить. Дальше произойдет retraction. Этот вектор должен принадлежать касательной пространстве в точке х-к. И мы должны как-то это сложить. И для этого вводится такая операция, которая называется вектор транспорт. На самом деле вектор транспорт это тоже одно из... Вектор транспорт это тоже одно из операций. Более общая операция, которая называется параллелтранспорт. Которая тоже подразумевает с собой решение дифурар. Но я просто не стал это вносить, потому что это тоже сложно считать. И в большинстве случаев этого не делают. Делают как бы вектор транспорт. Что из себя представляет вектор транспорт? Так, это отображение из декарта пространства. Там касательно расслоение, касательно расслоение. Рассмотрим два вектора на касательном пространстве в точке х. Это кси и этто. Мы хотим сдвинуть наш вектор кси по направлению вектора этто. Что для этого нужно сделать? По сути своей мы можем сделать как бы ретракшн вектора этто и прийти в манифолд. И нам нужно как бы найти в данном касательном пространстве какой-то вектор, который отвечает данному кси. И этот вектор, который отвечает данному кси, является вектором, который называется вектором транспорт от это кси. А что вы скажете, что отвечает вектору кси? Теперь, что такое отвечает вектору кси? Должно быть выполнено три свойства. Должен существовать ретракшн, такой, что мы транспортируем вектор кси по направлению этто, и мы должны принадлежать касательному пространству в точке ретракшн от этто. И этот ретракшн называется ретракшн, ассоциированный с операцией вектор транспорт. Дальше. Транспортировка вектора кси по направлению ноль – это сам вектор кси. И дальше должно выполняться свойство линейности, в общем. Просто вектор транспорт – это линейная операция. То есть, мы переносим линейную комбинацию двух векторов в линейную комбинацию транспорт. Это называется гомоморфизм, в общем. И это не единственный образ? Нет, это не единственный образ. Еще раз. Есть такое определение, как параллелтранспорт, который единственным образом определяется. А вектор транспорт – это тоже аппроксимация параллелтранспорта. Так же, как с ретракшном. Для того, чтобы почитать параллелтранспорт, тоже нужно решать дифференциальное уравнение второго порядка. И тоже там есть свойства, которые, грубо говоря, здесь вектор транспорт пытается как-то сохранить. Вопрос. Откуда берется это не единственность? Понятно, что транспорт и ретракшн – это, грубо говоря, парные операции. Соответственно, они друг другу соответствуют. Если мы зафиксировали ретракшн – это транспорт единственная операция или нет? Или тут еще здесь как бы не единственность возникает? Ну, вообще, не единственная. Ну, можно как бы… Ну, не нужно сохранять склярное произведение между atp и xy, чтобы оно было таким же, как склярное произведение между направлением конца ретракшн и перемещенным вектором xy? Нет, не нужно. Это в параллелтранспорт. Я правильно понимаю, что у нас, на самом деле, отображение не из декартового произведения касательных наслоений, а из неченого декартового произведения? Потому что, вроде, у нас вот эти два вектора из касательных пространств, xy и eta, они положены к одной той же точке. А в декартовом произведении касательных наслоений у нас точки разные в области. Ну, да. То есть у нас векторы xy и eta должны быть с одного касательного пространства? Можно вот вопрос к Арсению спрошу? Если склярное произведение между ними не должно сохраняться, может быть такое, что операция транспорта будет xy делать вот, как бы, когда мы идем по дуге, а на xy будет вот так разворачивать? Ну, в смысле, если мы это классно будем делать, то, как бы, xy все еще будет лежать в нужном нам подпространстве, от нуля оно будет равно xy, а линейность, ну, у тебя просто система координат развернется. Ну, правильно, ну, можно. То есть так можно. Да, собственно, поэтому не единственное замклебинат. О-о-о-о, а разве, если так можно делать, мы не можем всякого нехорошего? Ну, если сдвинем что-то на большое расстояние, подозреваем, что может. Скорее всего, это локальная операция. Ну, как бы не фракшн. Не фракшн, собственно. Не фракшн, собственно. Нет, то есть у меня как бы, это понятно, что она локальная, но тот факт, что xy еще и может радостно вообще на 180 градусов разворачиваться, это как-то очень странно. Ну, в смысле, это определение не противоречит. Не, локально не может, у нас же транспорт xy0, это xy. Локально, да, не может. Ну, это вот локально и дело. Давайте в параллель. В общем, вектор транспорт можно задать, как было сказано, то, что можно задать вектор транспорта с помощью ретракшна следующим образом. То есть это просто производная по направлению кси вектор от ретракшна в точке x. Это все в глобальном корректе. Да, это все еще в глобальном корректе. Да, локально мы уже закончили, когда схода транспортного антимизации. Сейчас можно что-то сказать? Производная ретракшна по направлению. Да. Ага. Ну, это один из возможных, и хоть как даже он в каком смысле наиболее естественный. Да. Это один из возможных. Может, как-то не будет в этом поворачивать ничего. Ну, локально, да. Пока у нас так поворачивается. Не будет поворачивать. Мне кажется, он достаточно глобально не будет поворачивать. В общем, здесь на слайде приведен пример вектор транспорта, который ассоциирован с операцией ретракшн, который был введен ранее для серы. И в литературе также можно встретить другую нотацию вектор транспорта. Это просто перенос из касательного пространства в точке x в касательное пространство, которое задано ретракшном это. Это просто обозначение. Ну да, это другое просто обозначение. И здесь вот ретракшн ассоциированный с вектор транспортом. Ну и получается, что мы можем переписать наш элитовый метод прадиентного спуска с моментумом следующим образом. Мы делаем просто вектор транспорт из касательного пространства xk-1 в xk. Вектор βdk-1. И складываем его уже с римоновым градиентом, который как раз таки задан касательному пространству точки xk. Ну и далее делается операция ретракшна этого направления. Собственно все. Ну видите, у тебя сложность как раз выбрать ретракшну правильно. Да, вся сложность... Сейчас будет заключение уже. Вся сложность... Да, это выбор ретракшна. Так, для того чтобы оптимизировать по-римоновски, нам нужно сначала для себя определиться, вообще нужно ли это. Потому что многие множества, они довольно простые, ну допустим та же сфера, и можно запустить просто метод проекции градиента, и он будет хорошо работать. Но есть такие множества, которые являются довольно нетривиальными. Те же множества как бы унитарных, ортогнальных матриц, Grassmann-манифолды и тому подобное. На них довольно сложно делать что-либо представлять и как-то задавать определение проекции на это множество. И поэтому в данных случаях решается это все с помощью римоновой оптимизации. Так, мы решили оптимизировать по-римоновски. Что для этого нам нужно? Если мы имеем локальные координаты, то мы можем просто считать матрицу G-1, точнее найти матрицу сначала G и считать римоновский градиент в локальных координатах и двигаться в локальных координатах. Если мы не можем найти локальные координаты, то мы должны для начала задать касательное пространство, потом посчитать римоновский градиент. Получается нам нужно просто найти проекцию на это касательное пространство. Это довольно просто, потому что касательное пространство это просто линейное пространство. Линейное пространство. Далее, теперь самое сложное. Это нужно определить операцию retraction. И если мы хотим складывать два вектора из разных касательных пространств, то нужно определить операцию вектор-транспорт. Это странный вопрос. Мы говорим, что у нас иногда бывает ситуация, когда сделать проекцию на manifold очень сложно. Мы этого не хотим. При этом retraction можно сделать легко. Нам будет довольно сложно делать проекцию, потому что, во-первых, множество может быть невыпуклым, и проекция на это множество может привести к чему-то... Разве retraction по факту это не... Так как мы его используем локально, это не в некотором смысле просто локальная проекция на manifold? Это отображение из касательного пространства на manifold. Это не то же самое, что мы взяли две матрицы, допустим, которые на manifold каком-то, и потом сделали проекцию этих... сложили эти две маточки, получили что-то там непонятное, и потом сделали проекцию. Это не то же самое. Мы сначала спроецировались на касательное пространство... Ну, это просто две маточки проекции, нет? По сути, да. Ну, retraction это, грубо говоря, проекция, но это... Проще, чем проекция, я не понимаю. А? Я не понимаю, почему это глобально может быть проще, чем проекция. Ну, локально все эти retraction одинаковые, по сути. Но вычислять какие-то может быть проще, чем другие. Проекция всегда является retraction. Примерно retraction. То есть, проекция это типа очень хороший retraction или не локальный, а типа где угодно? Ну, очень хороший это exponential map, совсем хороший. Следующий это проекция, но и то, и то в каких-то случаях мы просто не можем просчитать. А при этом другой retraction сделать можно. Я правильно понимаю, что если мы говорим про, грубо говоря, очень маленькую окрестность, то retraction это в некотором смысле просто какая-то там, не знаю, приближение проекции, к примеру. Какое-то. Да, да. Что сколько угодно плохим, но в маленькой окрестностях все отлично. Ну, оно либо у ATT, либо у ATT квадрат приближения. Да. В общем, и если мы имеем сразу две параметризации, то нам нужно определиться для начала. Сложно ли подсчитывать G-1 или сложно ли подсчитывать retraction и vector transport. Можно ли здесь подсчитать exponential map, можно ли здесь подсчитать parallel transport и тому подобное. Еще стоит заметить то, что в данном случае мы можем определить как бы множество еще других методов благодаря операции vector transport. В этом случае мы делаем только Римманов градиентный спуск, по сути. Ну, в смысле, там никто не мешает же? Ну, как-то определить здесь еще. Ну, никто не мешает. Вопрос. Я скажу, моментов мы, допустим, не смогли обучить региентный спуск еще на использовании моментов. А, допустим, аналогические вещи среда ньютоновских методов существуют? Да. Да. Можно по-нюхтеновски любом сложные по-одисчитывать? До particularly. Можно и на многобрать...? funcionavie G-1! weapons. Yes! Есть ли теоретические результаты? Да. Риммановская Гесиона. Так? Что? показать что вообще там есть одна теорема которая гарантирует то что все эти римоновые активизаторы они сходятся локально супер линейно если есть еще какие-то условия на саму функцию само вот это вот отображение вот это вот отражение если есть какие-то свойства на него то он может стадиться локально квадратично но это только локально локально квадратично это если экспонент шумы либо retraction от а квадрат тогда квадратично а если у отели тратчик то супер линейно то же самое как ньютонских метров и в квази ньютонских метров из практически прямая аналогия ну хорошо если допустим обычно у просто приносим придет без моментов церковь и скорость сходимости локальная супер линейно хорошо где-то момент даже локальность у кого-то обычно введет момент в обычном объеме нет а тут появляется хотя были гриманских где-то вообще необычного для тех манифолдов которые представлены в виде матриц легче всего идти по такому способу потому что параметризация тоже она будет выглядеть очень большой в общем и обращать матрицу будет крайне тяжело для того случая когда мы оптимизируем в бесконечно верных пространствах и можем сделать отображение с помощью фи в какое-то эфтелидовое пространство то легче всего как бы у нас только единственный способ это идти вот таким вот локальным градиентом ну то есть это для для многобразия распределения это просто называется натуральный градиент не типа натуральный градиент гипотеза насчет вот того что сказать по супер линейно-исходимость здесь жердный успех это аналог обратного мира маку мира десенте то есть типа потому что мы пытаемся учить кривизной у нас справа стоит производные ее превращаем из корректор объектов есть вопросы еще ну чё по моему учитывая сложности мы хорошо справились на крайней мере большую часть если все давайте